Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие долги чаще всего возникают у жителей губернии? Каков порядок вынесения постановлений о взыскании исполнительного сбора? Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель начальника отдела организации исполнительного производства. Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области Оксана Козлова. Здравствуйте, Оксана Владимировна! Ну давайте начнем с общих функций судебных приставов. В чем вообще основная миссия судебного пристава? И ваша лично. Добрый день! Ну основная задача, основная функция судебных приставов исполнителей – это взыскание за должность. Принудительное взыскание с граждан нашей губернии. Взыскивается за должность в разных сферах услуг. То есть за разные, так скажем, правонарушения, также за жилищно-коммунальные услуги, за кредитные услуги и так далее. Ключевое слово, наверное, принудительное, да? То есть все взыскания, они после чего начинают проводиться судебными приставами? После решения суда, наверное, да? Да, конечно. То есть пристав он взыскивает принудительно. То есть есть решение суда, есть исполнительный документ, который предъявляется в нашу службу. Как только взыскатель его предъявил, пристав начинает по нему работать. А вот система предупреждений существует какая-то для гражданина, которому уже вы непосредственно свои действия будете принудительного характера оказывать? Как, насколько раньше он предупреждается о вашем таком вмешательстве? Ну, в принципе, о том, что если он сейчас, так скажем, ИСУ, да, или организации, либо гражданину, или госоргану, которому он должен, за то или иное, там, в эту функцию, услугу и так далее. Он, в принципе, уже заведомо понимает, что может быть решение суда, и если решение суда будет не его в пользу, с него будут заискивать приставы. Поэтому уже, в принципе, на стадии решения суда, когда идет судебный процесс, он может погасить свою задолженность. Тогда к нам в службу исполнительный документ не поступит. Понятно. Если говорить о жителях Самарской губернии, то каких должников больше, по каким, так скажем, направлениям? Вы сказали, что это и коммунальные, и кредитные истории, и те же алименты. А каких больше? Ну, основную массу у нас составляют это штрафы. Административные штрафы в полномоченных органах. А основную массу в исполнительных производствах о взыскании штраф занимают штрафы ГИБДД. Самый массовый характер носит, да? Основное количество исполнительного производства – это административные штрафы. Также, говорю, как я уже повторюсь, сказал, есть исполнительное производство о взыскании алиментных обязательств, о взыскании кредиторской задолженности, по заработной плате, жилищно-коммунальные услуги и так далее. А какая сумма должна накопиться у должника по штрафам ГИБДД, чтобы начать вот это судебное уже производство? Дело. Как все? Какой механизм? Хочется понять, потому что копится, копится, у тебя штраф. Ты думаешь, ну, подумаешь, там не так много, там 800, там 3000, и ничего, собственно, не происходит. Для тебя не страшно, кажется. Ну, потом, как будут деньги, заплачу, пойду. Ну, нет, здесь нет, так скажем, никакой накопительной схемы. Если у нас гражданина оштрафовали органы ГИБДД, они выносят постановление о взыскании административного штрафа. У должника гражданина имеется срок для добровольного исполнения, тем более сейчас есть изменения в законодательстве, да, а можно оплатить 50% этого штрафа. В установленный добровольный срок гражданин штрафа не оплатил, следовательные органы ГИБДД данное постановление направляют к нам для исполнения, для принудительного взыскания, чтобы судебным пристам исполнителям были приняты меры по наложению арестов, ограничений и так далее. Да. Кстати, у нас есть сюжет как раз на эту тему, к чему привел позабытый штраф ГИБДД. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. Думал, повезет и на этот раз, но удача отвернулась. Приору тормозит инспектор ДПС. Выясняется, что водитель штрафов накопил больше 10 тысяч. Говорит, оплатить их вовремя денег не было, а долг тем временем рос. Ну, несколько скоростной режим, непрессионный переменник. В ближайшее время я оплачу все штрафы. Инспекторы составляют протокол. Информацию о нарушителе передается судебным приставам. Даже если все штрафы должник погасит, это не освобождает его от ответственности за нарушение федерального закона. Новая статья действует с начала этого года. За долги свыше 10 тысяч рублей по алиментам, компенсациям и административным штрафам грозит временное лишение водительских прав. Мировыми судьями может быть назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком до 50 часов либо лишение специального права управления до 12 месяцев. Сейчас в Самаре зарегистрировано 135 водителей с крупными долгами, которые не имеют права садиться за руль. Скажите, пожалуйста, а сегодня вообще в губернии сколько дел в производстве у вас? Сколько должников? Как можно вот такое... Есть у вас конкретные цифры, статистика, чтобы понять? Исполнительных производств находится более 1 миллиона исполнительного производства, да. То есть, говорю, где-то половина примерно, да, занимает это административный штраф. Где-то порядка 600 исполнительных производств. И это штрафы ГИБДД. Ну и здесь порядка 18 тысяч находилось на исполнении. Это взыскание алиментных обязательств. Порядка 48 тысяч – это взыскание кредиторской задолженности. Но, опять же, повторюсь, основная масса – это административный штраф. Давайте пройдем по вот этим двум таким больным темам. Это кредиты. Мы знаем, что очень много, да, и вы сказали уже там 48 тысяч задолжавших, да, вот очень много брали в какое-то время кредитов люди. И теперь вот в такой ситуации попали, что они могут погасить. Вот с ними как вы работаете, с должниками по кредитам? Вот какая схема? Они же тоже могут там как-то добровольно раньше все это компенсировать, оплатить. А когда уже наступает тот момент, когда вы принудительно к ним подходите, и как взыскиваете долги? Вот какая у вас система? Ну здесь… Вот за кредит. Потому что и так у людей денег нет, да, и вы тут вот начинаете взыскивать. Как все это выглядит? Вот конкретно на примерах. Ну так же вот поступает, суд выносит решение суда взыскания кредиторской задолженности, выдаёт исполнительный документ, он предъявляется к нам в службу. Судебный пристав исполнителя возбуждает исполнительное производство. Должнику установлен срок для дворовольного исполнения 5 дней. Если в установленный срок задолженность не оплачена, с должника взыскивают исполнительский сбор, выносят постановление взыскания исполнительского сбора. А что это такое? Он большой? Сбор вот этот? Это 7% от суммы задолженности, да. Это за то, что вот должником не было, да, в срок оплачен. И в дальнейшем пристав исполнителя принимает меру принудительного характера. Вот как это выглядит? Вот это слово принудительное, как всё вот это выглядит? Ну, это арестовывается имущество. Это накладывается запрет ограничений, как на имущество, так и на самого должника. Это запрет регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества. То есть должник лишён уже права, да, отчуждать имущество. Продавать, дарить и так далее. Снимать с регистрации, ставить на учёт. А как-то вот с вами такими вот имущественными, там, теми же, вот то, что находится в квартире, там, телевизор, холодильник, вот это что, они могут компенсировать? Вот финансовую составляющую, материальным своим, как-то погашать? Ну, смотря какая задолженность. Ну, частично хотела. Ну, частично, да. Начать с этого можно? Телевизор, конечно, то есть приставы в первую очередь обращают взыскание на денежные средства. Если их недостаточно, то есть у нас это либо зарплата, либо пенсия. Если денежных средств недостаточно для погашения задолженности, пристав проверяет имущественное положение должника и арестовывает имущество. То же самое телевизор, какие-либо другие предметы розыск. Тем более, если машина, допустим, есть, то уже понятно, что... Машина, совершенно верно, также она арестовывается, реализовывается, денежные средства получены от реализации. А кто вот продаёт эту машину? Кто этим занимается? Ну, для этого существует специализированная организация. Он отстраняется, да? Собственник может самостоятельно реализовать арестованное имущество, да, опять же, это изменение в законодательстве, при условии, что арестованное имущество стоимостью до 30 тысяч рублей. Если, допустим, арестованное имущество там на 15 тысяч рублей, должник может написать ходатайство, прошу разрешить самостоятельную реализацию, реализовывает, денежные средства поступают, структурные подразделения, депозитные счёты, в счёт погашения задолженности. Ещё такой вопрос, если собственник жилья не может платить за квартиру, допустим, есть такие случаи, истории, когда он выселяется в квартиру меньшего, там, метража, так скажем, или как-то, вот что? Ну, вы знаете, на моём опыте такого исполнительного производства, да. Сейчас же вот такие же тоже долги копятся вот за услуги ЖКХ, пока такого нет, да? Такого решения сюда пока не встречала. Ну, и ещё, конечно, тоже больная тема по алиментам. Тоже расскажите, какой механизм вот взыскания алиментов, с чего начать? Вот той же женщине, супруге, которая там развелась, и дальше вот что делать? И если, допустим, даже она, если подала в суд на алименты, а они не выплачиваются бывшим супругам, вот что ей делать? И как взыскивается? Ну, так же гражданка идёт в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств на содержание несовершеннолетних детей. Судья выносит решение, к нам в службу предъявляется исполнительный документ. Вот сегодня какие меры воздействия вот на таких должников? Ну, из первого варианта, если должник оплачивает добровольно, то как бы с ним, в принципе, и проблем не будет. А если у нас должник отказывается добровольно оплачивать алименты, здесь также на него есть обращение за искание на зарплату и на все его другие иные доходы, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, ограничение лишения специальных прав. Также должник привлекается к административной ответственности, после чего должник может быть привлечён к уголовной ответственности. Если должник скрывается, он объявляется в розыск. То есть судебным приставом-исполнителем после розыска он разыскивается. Вот вы назвали такую меру по отношению к должникам как невыезд за пределы Российской Федерации. Допустим, вот уже прибыл человек в аэропорт и узнаёт, что у него тут столько-то долгов, и уже есть такое решение. Ну, может быть, случилось так, что он не знал, хотя это маловероятно. Вот дальнейшие его действия, на какой срок выносится такое постановление о невыезде за пределы Российской Федерации, и как быстро можно вот эту ситуацию урегулировать, чтобы всё-таки улететь, куда тебе нужно, или там уехать и так далее? Ну, во-первых, прежде чем приобретать документы на отдых, путевки и так далее, и ехать в аэропорт, я всем рекомендую всегда проверить себя на наличие исполнительных производств. Как это можно сделать? На сайте управления, на официальном сайте, имеется банк данных исполнительных производств. Достаточно посетить этот банк данных, проверить себя, своих родственников, имеется ли исполнительное производство. Если исполнительное производство, сумма задолженности более 10 тысяч рублей, рекомендую обратиться в структурное подразделение по месту регистрации, проверить себя на предмет ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. Это открытая официальная информация. С документом, в настоящей личности, вы приходите в структурное подразделение, в отдел судебных приставов вашего района, по месту регистрации. Обращайтесь и вам озвучат, ограничены ли права выезда за пределы Российской Федерации, либо нет. Проверили себя, удостоверились. Только после этого, чтобы не испортить себе отдых, отпуск, начинайте оформлять документы. Ну а если уж уже приехали в аэропорт и там выяснили, то здесь вас не выпустят, вы будете вынуждены покинуть аэропорт, мягко говоря, поехать домой и решать эту проблему. Идти к приставам, оплачивать задолженности, чтобы вам сняли это ограничение права выезда, и уже только потом сможете вылететь. Ограничение права выезда накладывается на должника на срок 6 месяцев. Если за этот период задолженность не оплачена, мы продлеваем ограничение права выезда еще на 6 месяцев. Понятно. А бывают ли такие случаи, когда вот сумма штрафов увеличивается? Допустим, не оплатил, есть решение, уже вот судебное там постановление о взыскании, да, или даже не о взыскании, а вот знать должник, что у него там 30 тысяч штрафа, да, вот там за аварию или за что-то. И вот он не платит, не платит, не ее, а потом узнает, что ему уже платить там не 30, а там в два раза больше. Такое бывает, вот как в этом разобраться? Или такого не может быть увеличение? Вот если есть она сумма такая, то она так и будет фигурировать. И в каких случаях она может увеличиться или нет? Ну, если у человека есть, допустим, административный штраф. За неуплату этого административного штрафа предусмотрено также наказание. Это статья 2025 Кодекса административного права нарушения. Если штраф не оплачен, опять же, в установленный добровольный законом срок, в отношении должника составляется протокол за нарушение части первой статьи 2025, неуплата штрафа. И на должника суд может вынести решение. Это либо взыскание, как раз вот о чем вы говорили, штрафа в двойном размере. Это может быть либо административный арест, либо обязательная работа. Здесь уже на усмотрение суда. И исходя из финансового положения должника. Если должник должен был 30 тысяч рублей штраф, то после применения данной меры он заплатит уже 90 тысяч. 30 тысяч штраф, как положено. И 60 тысяч – это штраф в двойном размере. Да, но вот об этом же тоже нужно знать. А предупреждается заранее, что такая ситуация может возникнуть? Да, вот я хочу все о профилактике узнать, потому что вот действительно вот думает человек, что ну 30-30, вот еще вот поработаю, там три месяца накоплю, и когда-то, а потом придет, или как-то вот уже 60, вот это тоже может быть такой информацией предупреждается. Даже если судья выносит постановление о взыскании этого штрафа, в постановлении это озвучено, это озвучивается должнику. Если даже постановление составляет протокол, и постановление выносит полномоченный орган, то есть должностное лицо, пусть это будут ГИБДД, пусть это будут административные комиссии и так далее, они также должника предупреждают о том, что в случае неуплата штрафа, в установленный срок к нему будет принадлеждаем мера статьи 20-25. Вот в своей работе вы должны взаимодействовать, наверное, с другими органами и службами и так далее. Вот как выстраивается это взаимодействие? Потому что направлений много. Тут вот и кредиты, и ЖКХ, и алименты, и ГИБДД. Вот как все это выстраивается? Есть какая-то база? Ну, совершенно верно, да. Да, мы взаимодействуем и с госорганами, да, со структурами, и также с банками и иными кредитными организациями. Но с ГИБДД у нас, например, это рейда. Да, мы осуществляем совместные рейды, выявляем злостных нарушителей, злостных нарушителей в части, да, которые накопили более 10 штрафов, либо штрафов более 10 тысяч рублей. И выезжаем в рейды и уже взыскиваем. Такие рейды у нас регулярные со всеми районами. Вот из вашей практики какие-то, может быть, были случаи, которые типичные, о которых вы хотите рассказать, чтобы вот они стали таким примером, не назидательным, а вот в вашей работе. Для всех остальных, у кого вот уже какие-то имеются небольшие пока задолженности, вот о чем нужно помнить? Кто-то вот дошел до такой, вот начинал с небольшого, да, а потом закончил совсем вот не очень хорошо. Ну, есть та случай, где, например, транспортные налоги неоплаченные своевременно. Казалось бы, подумаешь там, да? А они же у нас, как правило, должны оплачиваться за каждый год. Было такое, что мы ходили в рейд со службой, с налогой, да, с федеральной налоговой службой, но были арестованы транспортные средства, которые потом были реализованы, пошли в счет погашения задолженности. То есть такие моменты имеются. Да. То есть и хотелось бы, чтобы люди об этом знали. Да, понятно. А какие существуют варианты замены материального долга? Потому что раз уж доложник, понятно, что у человека не все гладко, так или иначе. Как можно? Ну, задолженность, наверное, штраф, заменить его навряд ли чем можно. Единственное, что у нас можно заменить, это когда мы взыскиваем уголовный штраф, назначенный судом в качественном наказании за совершение преступления. А здесь, если должником осужденным уголовный штраф в свое время не оплачен, судебный прист обращается в суд с представлением о замене штрафа на иной вид наказания. И здесь уже в этом случае заменяют либо на испытательную работу, либо на реальный срок. А какие-либо иные категории, в виде кредитных платежей, задолженности, жилищно-коммунальные услуги, ну, здесь мы заменить ничем не можем, здесь выплатить нужно. Да, вот такое время сейчас, что нужно очень взвешенно подходить ко всему, к тем же кредитным там историям и к штрафам, казалось бы, которые не такие уж и большие, вот штрафы те же элементарные, ГИБДД там какие-то. И как выстраивается порядок вынесения постановлений о взыскании уже исполнительного сбора? Вот какая это вот, так скажем, поэтапная процедура? Судебный пристав исполнителя возбуждает исполнительное производство, вручает должнику процессуальные документы, в соответствии с которым должник знакомится. О том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, и о том, что у него установлен срок 5 дней с момента получения процессуальных документов. Он знает, что у него есть 5 дней для оплаты, и он предупреждается о том, что если в течение 5 дней он не оплачивает задолженность, то в отношении него будет вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора. Как только эти 5 дней проходят, судебный пристав убеждается, что задолженность не оплачена, либо штраф не оплачен, выносит постановление о взыскании сбора и направляет должнику, где должник также должен его оплатить, исполнить. А вообще вот исполнение судебных актов вот этих, тоже какая процедура? И если гражданин, в отношении которого вот эти акты исполняются, не согласен с действиями тех же судебных приставов и еще кого-то, вот куда ему обращаться, чтобы все это, окончательно высказать свою точку зрения, и может быть какие-то новые обстоятельства уже в жизни появляются у человека? Как эта система тоже работает? Если пристав не согласен, если должник, вернее, либо взыскатель, они не согласны с действием пристава, не согласны с теми документами, которые судебный пристав исполнитель вынес и вручил им, у сторон исполнительного производства есть право пойти обжаловать действия без действия пристава, это либо вышестоящему должностному лицу, либо в суд. То есть в 10-дневный срок, с момента получения процессуального документа. 10 дней есть. Да. Сегодня во многих государственных, почти во всех службах, появляются очень активные, такие мощные интерактивные сервисы, сайты свои, и много можно гражданам сделать так, онлайн, через интернет-пространство, отправить заявку, еще что-то, узнать какую-то информацию. Вот ваше ведомство обладает этим, и что можно сделать через сайт тот же региональный судебных приставов, какие есть возможности у граждан, что там можно узнать? Ну, конечно, само собой, у нас на сайте, на официальном сайте, у нас есть официальный сайт управления, да, о котором я ранее упомянула, о котором размещен банк данных исполнительных производств. Также при обнаружении в отношении, да, гражданина исполнительного производства, гражданин может тут же его оплатить, там тот же самый штраф. Там есть онлайн, там оплата, да, там что-то типа киви, кошелек, там, и так далее. Штраф может быть тут же оплачен, да, в принципе, и любая задолженность. При отсутствии возможности, да, онлайн-оплата, тут же можно распечатать квитанцию на оплату, где будут указаны все реквизиты, куда платить. Пожалуйста, можно ее распечатать, пойти оплатить в банк по этой квитанции. А также можно скачать программу, да, на сайте ФССП, к себе на смартфон, там, на телефон, и сделать подписку в рамках этой программы. И всегда будут поступать уведомления о наличии исполнительных производств. То есть появились они, появились. Можно таким образом, да, контролировать и отслеживать. Потому что вот на почту присылают же уведомления через почту, но не всегда есть возможность и вовремя получить, а потом они ликвидируются из почты, и может быть, вот, неприятная ситуация. А если, конечно, подключить, да. Вот таким образом можно осуществить подписку, да, вот, на эту программу, и всегда будет... И записаться, наверное, на прием, там, к руководству, да, или по каким-то вот вопросам на приемы к сотрудникам вашей службы. Тоже, наверное, можно онлайн, да, какие-то... У нас, да, есть электронные приемные, да, через которые там также записываются на прием. А вы ведете личные приемы? И мы ведем также личный прием граждан, конечно, да. И к нам в управление приходят на прием. Структурное подразделение осуществляет прием каждый вторник и четверг. К ним граждане приходят. К нам в управление. Вы тоже ведете? Само самое. Мне просто интересно, вот, если вот рассмотреть вопросы, да, проблемы, вот каких больше, с чем обращаются? Вот это тоже как-то нам подскажет, что вот где не отработано? Ну, допустим, когда к нам в управление, да, я осуществляла прием, основная масса это вот по алиментам, да, люди приходят, женщина, с жалобой на то, что должник не оплачивает алименты и так далее, либо это по штрафам ГИБДД. Да, почему у меня запрет регистрационных действий на транспорт, я ничего не знаю, не понимаю. Вот тут мы человеку уведомляем. То есть мы направляли вам уведомления, вам ГИБДД направляли уведомления. То есть такую разъяснительную информационную работу проводится? Само собой, мы человеку разъясняем, что запрет рак действий судебный приступ наложил за то, что не оплачен административный штраф. Почему вы, Оксана Владимировна, выбрали такую работу? Судебного приступа. Как вы, это у вас идет уже традиция такая семейная, или вы первая в своей семье, кто стал семейным, судебным приступом? Ну, я первая стала в своей семье, кто стал. А вот что, интересно, почему вы, какая была мотивация? Да ну... Такая серьезная, сложная работа, работа с людьми, что всегда очень сложно. Ну, мотивация в первую очередь, просто было желание работать в государственной, так скажем, в структуре, да? Ну, вот. Ну, а почему приставы? Да ну, как-то, я бы это не задумалась, как-то первое пришло в голову, да. Запало в душу, значит, ну да, и пойдем работать. У нас есть сюжет как раз о том, как проходила присяга новых молодых судебных приставов. Давайте его посмотрим. Они приступают к работе с момента, как вступают в законную силу решений суда. Задача – исполнить требования правосудия. А сегодня в их рядах пополнений. Еще одна группа молодых сотрудников службы судебных приставов принимает присягу. Александр Сидоров выбрал профессию, точно зная, с чем будет иметь дело. Большинство исполнительных производств сегодня вполне бытового характера. Наибольшая загруженность в работе службы – это, конечно, поджискание алиментов, коммунальных платежей, а также кредитных платежей. Люди неответственно подходят ко всем этим моментам. Место для присяги, площадь возле музея «Самара космическая» выбрана не случайно. В год 55-летия покорения космоса даже судебные приставы придерживаются космического тренда. Для пристава важно гордиться достижениями своей родины. Помимо чувства патриотизма есть еще целый ряд требований к образованию. Южное образование либо экономическое, высшее. Судебные приставы, которые обеспечивают силовой блок, они должны быть физически развитые. Уже входной контроль на конкурсную комиссию, они сдают подтягивания. Это челночный бег, 100 метров, километр. И за особые заслуги и верность мундиру награды ветеранам управления и лучшим сотрудникам. Ну и хотелось бы, конечно, узнать у вас конкретные и подробные рекомендации гражданам и жителям региона с точки зрения судебного пристава. На что нужно обращать внимание? Существует ли какой-то банк данных? И как за этим следить за такими ситуациями, чтобы не отпускать каких-то плачевных результатов? Ну, гражданам губернии что могу посоветовать, рекомендовать? Да, это не образовывать в себя задолженность. Будь это жилищно-коммунальные услуги, да, будь это штрафы. Платить все своевременно. А если отсутствует финансовая возможность, то, насколько я знаю, то, допустим, за жилищно-коммунальные услуги, а с теми же самым управляющими компаниями, я думаю, что можно прийти и договориться, да, о том, чтобы эта задолженность как-то платилась равномерно, там, с размер на доходу. Штрафы, они не столь велики, да, особенно, допустим, ГИБДД. Да, это они изначально. Поэтому рекомендую, не накапливать в себя большое количество производств, не рекомендую накапливать совокупную большую сумму по этим штрафам, потому что если за 800 рублей штрафы, да, меры принудительного характера, они как бы еще не столь жесткие, как уже, да, за накопленную сумму штрафов 10 тысяч рублей. Здесь идет и ограничение права выезда, здесь идет и лишение специальных прав. То есть мы можем гражданина лишить право управления транспортным средством. Поэтому это чревато последствиями. Потом очень сложно восстанавливать опять все эти документы, да, чтобы вернуть себе право управления. Поэтому, наверное, проще заплатить эти штрафы и жить спокойно, так скажем. И вот в очередной раз, да, скажу, повторюсь, чтобы себя проверять, чтобы себя безопасить, чтобы всегда быть в курсе образовавшихся штрафы, да, если вдруг возьмем, вот, к примеру, да, видео, фиксацию, вот камеры, да, на дорогах стоят, ну, пропустили вы камеру. И для того, чтобы знать, лучше вот подписаться, да, на нашем сайте, либо на банке данных производств проверять, вы могли эту камеру не заметить. Но, в принципе, ГИБДД изначально уведомляет о том, что есть штраф. Ну, а если уж пропустили уведомления, проверьте себя, оплатите своевременно, избежите множества проблем, вот, и как бы быть всегда онлайн, посещать интернет-ресурсы. Да, да, это все очень сегодня можно легко найти. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, рассказали о таких серьезных и важных вещах. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!